Мы закончили рассмотрение вопросов, связанных с уличной евангелизацией, и теперь мы поговорим на тему, которая называется «Визиты». Ну понятно, что кому-то. Визиты, да. Визит. Да, запишем определение. Визит — это словесное общение о духовных вещах, запланированное миссионером с ЕН или ЕВ. Визит — это словесное общение о духовных вещах, запланированное миссионером с ЕН или ЕВ. Вы помните, кто такой ЕН? Еврей-неверующий. А кто такой ЕВ? Еврей-верующий. Словесное общение о духовных вещах, запланированное миссионером. С ЕН или ЕВ? С ЕН или ЕВ? Еврей-вы. 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 Ну что, вы записали? Еврей-неверующий, Еврей-верующий. Еврей-неверующий, Еврей-верующий. Совершенно правильно. Две составляющих визита. Будет много сегодня определений вначале. Две составляющих визита. Библия открыта и обсуждена. Ну то есть, я объясню так проще. Чтобы вы могли понять, что у вас был в действительности визит, а не просто какое общение. То есть имеется в виду, подразумевается, что визит – это когда вы приходите с целью, чтобы человека чему-то научить, чтобы ему что-то объяснить, чтобы открыть ему больше какого-то понимания в отношении Евангелия, отношении веры. Вот это вот визит. Если вы просто пришли побеседовать там о том, о сём, то это не визит. Это просто ваша какая-то встреча. Но если вы конкретно хотите служить человеку и хотите совершить именно визит в целях служения по отношению к этому человеку, то тогда вы должны планировать вот такие вещи. Первое – это Библия открыта и обсуждена. И второе – молитва предложена и совершена. То есть вы должны читать Слово Божие, обсуждать его, да, и молиться. Молиться за этого человека, молиться, может быть, о будущей встрече и так далее. Мы ещё поговорим более подробно о каждом этом моменте. Время визита, которое необходимо, то есть, тратить на то, чтобы иметь общение с человеком. Если ваша цель – именно совершить визит для того, чтобы служить. Оно должно быть не менее 15 минут. Не менее 15 минут. И не более 50 минут. Не менее 15 минут. И не более 50 минут. Значит, почему не менее понятно, да, ну что, если это… Вы хотите служить человеку, то меньше, чем за 15 минут, как бы, вы можете ему просто засвидетельствовать, как на улице, да. Вот. Но почему не больше, чем 50 минут? Вот это я объясню. Значит, во-первых, потому что человек перестаёт слушать. Знаете, если люди, которых вы посетили, не специально обученные в общинах и в церквях верующие, которые обучены слушать проповеди, час, полтора и так далее, и более, то люди, как обычно, через 40 минут, в принципе, отключаются после прослушивания. Поэтому даже уроки в школах проводят по 45 минут, потому что это тот отрывок времени, который в действительности человеческий разум нормально воспринимает, для того, чтобы усваивать и переваривать его. Понимаете, да? Ну, можете попробовать. Просто если вы хотите служить человеку, то делайте лучше так. Я скажу, что я когда начинал своё служение, я помню, в 96-м году, я прослушал тренинг, вроде бы я всё понял. Я пришёл на визит к одному человеку, который был деканом по архитектуре в строительном институте. И у него какие-то труды там были, очень образованный человек в действительности. Мы долго не могли с ним встретиться, я каждый раз с ним созванивался, и каждый раз наша встреча откладывалась и так далее. Наконец-то он согласился, чтобы мы с ним встретились. Я пришёл, он задавал много вопросов. И знаете, я так умело на них отвечал, и мне так самому нравилось. Я думал, так Господь меня благословляет, что просто из моих уст льются ответы, и все они такие умные просто. Мы говорили, я даже не обратил внимания, уже прошло где-то полтора часа. Потом я вдруг посмотрел, что столько времени, и я сказал, ну всё, надо заканчивать и так далее. Он говорит, да, классно, я всё это обдумываю, я всё это пересмотрю. И мы даже договорились с ним, что мы примерно через недели-две с ним встретимся снова. Когда я через две недели предварительно позвонил ему, он сказал, знаете, молодой человек, вы столько отдали мне информации, что я ещё не всю её переварил. И я продолжаю её ещё обдумывать. И наша следующая встреча с ним состоялась только через год. Может быть, но на самом деле, то есть нужно человека, знаете, не загружать. И всегда останавливаться на том, чтобы был ещё какой-нибудь интересный фрагмент для того, чтобы обсуждать его в следующий раз. Поэтому помните, что на самом деле часто люди перестают слушать. Иногда, знаете, вы разговариваете с человеком, и он вроде смотрит на вас. И вы вдруг понимаете, что он отсутствует, его нету. Поэтому я буду рассказывать, как это делать, но в таких случаях иногда нужно даже останавливать, переводить разговор на другую тему, чтобы понять, человек с вами, или он где-то уже, знаете, в другом месте. Ещё почему? Потому что человек, с которым вы встречаетесь, будет думать, что встреча была на самом деле ещё более долгой. Чем она была на самом деле. И следующая встреча может оттянуться, как в моём случае, с этим деканом. Ну, простая причина. Потому что человек просто устает. Знаете, когда вы ведёте какие-нибудь просто какие-то беседы, ну, на какие-то такие разные темы, то люди там рассказывают, да, особенно если касается вопрос каких-то там сплетен или ещё чего-нибудь. От этого никто не устает. Но когда вы говорите о духовных вещах, вот, то люди себя чувствуют усталыми. Ну, и последняя причина – это то, что он в действительности будет меньше, хотеть встречаться с вами. Когда необходимо делать визиты? Или какой временной промежуток должен быть между визитами? Если человек активен, активен в том, чтобы двигаться в изучении Писаний, активен в том, чтобы в действительности мы будем дальше говорить, кто такие активные, кто такие пассивные и так далее. Если человек активен, то с таким человеком необходимо встречаться не реже, чем один раз в шесть недель, но не чаще, чем один раз через десять дней. Не реже, чем один раз в шесть недель, ну то есть промежуток должен составлять не больше, чем полтора месяца от встречи к встрече, если этот человек активный. Но он не должен быть чаще, чем раз в десять дней. То есть должен между встречами происходить промежуток в десять дней. Не реже одного раза в полтора месяца, ну шесть недель. И не чаще, чем раз в десять дней. Если вы делаете это чаще, чем раз в десять дней, ну может быть раз в неделю еще будет нормально. Если было первый раз раз в неделю в начале, а второй раз на следующей неделе в конце. Тогда будет раз в неделю, но промежуток будет все равно в десять дней. Ну скажу, что, во-первых, он может просто уставать от вас. Это одна причина. Более худшая причина. У человека может появиться психологическая зависимость от вас. И в конце концов он будет нуждаться с вами встречаться по неправильным причинам. Не потому, что он хочет, знаете, больше узнавать духовного, а потому что минимум хотя бы он хочет просто с вами общаться. Да, у него может появиться психологическая зависимость от вас. Ну знаете, люди привыкают. Нет, дружба не является психологической зависимостью. То есть если... Смотрите, и мы в данном случае сейчас не говорим о дружеских отношениях. Мы сейчас говорим о том, что вот вы познакомились на улице с человеком, и вы хотите ему послужить духовно. Вы пришли к нему как человек, который хочет послужить к нему духовно. Вот. И вы назначаете с ним следующую встречу для того, чтобы разбирать Писание, для того, чтобы молиться вместе и так далее. Если вы будете делать это слишком часто, если это не ваш друг, понимаете, да? То у него может в действительности появиться психологическая зависимость от вас. Тогда вы не встали. Тогда могут быть проблемы определенного рода. Но я объяснил, что если человеком вы встречаетесь чаще, да, то человек может к вам просто привыкнуть, не как к другу, а просто привыкнуть к вам к тому, который приходит, его слушает, который ему что-то говорит. Я, помните, как-то в начале сам сказал, что у людей мира сегодняшнего, да, есть определенная проблема. Это то, что им не с кем говорить. А самая большая проблема – это то, что нету того, кто бы их слушал. Это сегодня большая проблема. И в результате этого, что если вдруг у человека появляются, ну, извините, я грубо скажу, да, свободные уши, которые его все время слушают, вот, то он может в этом отношении иметь от вас просто зависимость. Для того, чтобы просто вы его слушали. Для того, чтобы вы оказывали ему внимание и так далее. Понятно? Да, то есть, вы помните, что ваша цель – это в первую очередь, чтобы человек был спасен. То есть, если в результате вашего общения вы стали друзьями, это хорошо, это нормально. Я скажу, что со многими людьми я, ну, в итоге имею хорошее отношение. Не со всеми я стал друзьями, естественно, знаете, которым я служил. Но те, которые уверовали, вот с теми я точно стал друзьями. Хотя есть и те, с которыми я поддерживаю отношения, которые не верят. Ну, хорошо, хорошо, давай, я повторю вопрос. Помогает психологически, через какой-то день у человека начинается делать отношения. Понятно. Знаете, как говорят, что бывает исключение из правил. Бывает, правда? Бывает. Но в целом, если говорить о том, что в действительности, как оно, допустим, из нашего опыта, то мы как бы из опыта видели вот конкретные действия, то, о чем мы говорим. То есть, бывают какие-то, выпадают исключения, да? То есть, не может быть все вот только вот так. Но чаще всего оно происходит именно таким образом. Потому что я вам говорил, что бывает, вот мы делали, допустим, такие евангелизационные кампании, посещая людей по домам. То есть, мы целый день ходили по адресам. И удивляло иногда, первое время удивляло, а сейчас уже не удивляет. То есть, заходишь, допустим, пять адресов подряд, четыре человека, с тобой такое впечатление, что ты просто из квартиры не выходил. Они говорили с тобой об одном и том же. Одни и те же, знаете, мысли, речи и так далее. Ну, только меняется лицо человека, как бы, и, ну, как бы, манера общения и все. А смысл разговора, как бы, заключен в одном и том же. То есть, это говорит о чем? Что, допустим, в этой области, да, менталитет человека одинаковый. Он думает одинаково, его впечатления одинаковые, да, часто отвечают одинаково. И у вас такое впечатление, что вы, как бы, просто сидите и повторяете одно и то же. Вы только что это говорили, и то же самое, как бы. Поэтому очень часто ситуации, они, ну, стандартные. Ничего нового не появляется. Бывают какие-то исключения. И даже эти исключения, они тоже стандартные. Поэтому есть все равно моменты, когда правильно встречаться чаще. Есть моменты, когда правильно встречаться чаще. Первое, если ЕН, то есть евреи неверующие, близок к покаянию. Ну, вы чувствуете это, вы видите, да, что человек открыт, он воспринимает, и вот, вот, вот вы чувствуете, что вот он готов уже, как бы, где-то. То тогда вы можете с ним встречаться чаще. И второе, это если человек покаялся. А если он покаялся, то лучше даже, приоритет, с ним поддерживать отношения даже каждый день. Но на протяжении где-то примерно двух недель. Поддерживать с ним отношения. Минимум хотя бы каждый день позвонить ему. А если есть такая возможность, даже встретиться. Зачем? Чтобы читать вместе Слово Божье. Чтобы вместе молиться. Чтобы этот человек мог укрепляться в вере. Потому что, если вы его в этот момент сможете поддержать, то у него есть больше, как бы, шансов того, чтобы он окреп и утвердился. Понимаете? Поэтому это те случаи, когда рекомендуется встречаться чаще. А если человек даже хочет, и у вас есть возможность, можно встречаться каждый день. Ну, на протяжении где-то двух недель. Вообще, если он не ходит и не предлагает. Вы предлагайте, звоните минимум. Звоните, узнавайте, как дела. Молитесь с ним по телефону. Понимаете, да, что по телефону тоже можно молиться, можно читать Слово Божие и так далее. То есть, поэтому главное поддерживать с ним отношения. И стараться каким-то образом укрепить его. Значит, где вообще мы можем проводить такие визиты? Где проводить визиты? Ну, во-первых, нейтральное место, да. И нейтральное место могут быть, ну, разные. Это там парк, например, там, может быть, даже кафе какое-нибудь. Главное, чтобы в этом вопросе было важно то, чтобы человек себя чувствовал комфортно. Например, проблемы, которые можно встретить, если вы проводите такие встречи в парке. Чем я сталкивался? Вы разговариваете с человеком, пока вы просто с ним разговариваете, он себя ведет абсолютно нормально. Только вы достаете Библию, вы смотрите на человека, он прямо тут же изменился. Он как-то весь собрался, съежился, знаете, начинает по сторонам оглядываться. И он начинает, видимо, беспокоиться о том, не увидит ли кто-то его сидящим, читающим на улице Библию. Поэтому, если человек так реагирует, так себя ведет, то тогда это не хорошее место для вашей встречи. Потому что он больше времени будет занят не тем, чтобы услышать то, что вы хотите ему донести, а он будет занят теми переживаниями, увидел его кто-то или не увидел. Поэтому, если нейтральное место – это хорошо для этого человека, то есть он себя ведет свободно, спокойно, ни за что не переживает, то это нормально, вы можете с ним встречаться. Ну, естественно, если, например, вы встречаетесь в кафе, и там орет музыка какая-нибудь или что-то еще, то есть не дает возможности вам разговаривать, то это тоже плохое место для встречи. Или там курят, сидят под носом, ну, не знаю. Для меня, например, это не очень удобно. Поэтому, всегда вы должны видеть в отношении, с одной стороны, нейтральное место хорошо, но, с другой стороны, психологически человек может быть, знаете, находиться в некомфортном состоянии, потому что что-то его не устраивает в этом. Скажу, что идеальное место вообще чаще всего, это опять же не является, знаете, таким исключением, но чаще всего идеальное место – это его дом. Идеальное место – это его дом. Во-первых, самое важное, знаете что, во всем этом, это то, что вы можете контролировать свое время. То есть вы можете закончить беседу и уйти вовремя. Это первое. Второе, что важно, из той обстановки, в которой проживает человек, вы можете видеть, да, какие книги он читает, может быть, газеты или что-то еще и так далее, то есть, что он делает вообще, и вы можете многое узнать о самом человеке. Я помню, пришел как-то к одному человеку, он был режиссером, и, знаете, наш разговор, ну, никак просто не клеился. Ну, вот какая-то все время была, как бы, ну, не получалось никак перейти к разговору о духовном. Как только я пытался это сделать, он тут же это все дело отталкивал в сторону. И вдруг я на его полке увидел книгу одну. И я спросил его, оказалось, что это книга, которая ему очень нравится. И мы с ним начали говорить, и в результате, благодаря, как бы, скажем, этой книге, мы стали говорить о духовных вещах. То есть, вот такая вот ситуация может помочь вам иногда в том, чтобы человека можно было втянуть в духовное общение. Да, и потом мы с ним встречались, а после этого некоторое еще время и общались. Он уехал потом или в Америку, или в Израиль, я не помню. То есть, я не знаю его дальнейшая, как бы, ну, жизнь, что дальше. Но у нас был хороший промежуток времени, где действительно мы хорошо говорили о Писании, о вере и так далее. Что еще важно, это то, что чаще всего дома человек себя чувствует уютно и свободно. Еще есть один очень положительный в этом отношении момент. Если человек пустил вас к себе в дом, в своем роде он, как бы, стал вам уже чуть-чуть доверять. Можно сказать так, что открывая, как бы, двери своего дома, да, он открывает, как бы, дверь к общению с вами. Еще мы можем встречаться у него на работе. Здесь важно точно понимать, во-первых, не мешаете ли вы его работе. И второе, чувствует ли он себя свободно. Когда вы, да, когда вы с ним встречаетесь и чувствует ли он себя свободно. Например, один еврей, он работал в каком-то конструкторском бюро, знаете, чертил там все время. И когда мы с ним договаривались встретиться, он все время приглашал на работу. Я сделал несколько визитов к нему на работу, после чего сказал, ты знаешь, если ты имеешь желание, чтобы мы продолжили наше общение, мы на работе встречаться больше не будем. Потому что он все время, разговаривая со мной, старался разговаривать шепотом и смотрел, не смотрят ли его сотрудники за нами, не наблюдают, и не слушают ли, о чем мы говорим. То есть он не чувствовал себя свободно, он не чувствовал себя комфортно. Я говорю, какой смысл нашей встречи, если в итоге ты думаешь о чем-то другом, и мы не можем свободно общаться. Давай будем встречаться где-то в другом месте. И потом мы назначили встречу, мы встречались возле его работы. Он просто выходил на улицу, и мы сидели в моем автомобиле и разговаривали. То есть это было очень удобно. Также возможно проводить встречу у себя дома. Чаще всего говорят о том, что у себя дома проводить такие встречи – это самое неподходящее место. Но, как мы говорим, что бывают иногда исключения. Например, помните, я рассказывал вам о нашем миссионере, которую звали Элла, которая жила в Москве. Ей уже было тогда где-то 70, наверное, и у ней серьезно болела нога. Она все встречи проводила у себя дома. Она вообще никому не ходила. Но ей Бог дал действительно такое дарование, знаете, что она звонила человеку по телефону, разговаривала с ним, приглашала его к себе домой, и он к ней приходил. В наше время, чтобы кто-то куда-то встал и пошел, вот так вот, знаете, то есть это, по этой причине, это первых не очень удобно, из-за того, что очень трудно пригласить кого-то, чтобы кто-то вообще пришел. Если бы не было этой проблемы, то, знаете, в наши общины, церкви приходило бы множество людей. Но из-за того, что людям просто порой лень подняться и куда-то пойти, многие не приходят по этой причине. Вот. И это вот. Но я скажу, что в действительности у ней было в этом смысле точно как дарование от Бога. Многие люди приходили к ней домой, чтобы с ней поговорить. Именно это были евреи, и все они приходили с одной целью, чтобы с ней поговорить о Бешуа. И многие получили спасение. Бог ее сильно использовал в этом смысле. Но я скажу еще раз, что это не очень хорошее на самом деле место, потому что если у вас нет такого помазания, знаете, то есть определенные проблемы. Во-первых, трудно, чтобы человек пришел. Второе. Трудно закончить разговор вовремя. Подумайте о том, как вам потом предстоит выпроводить человека из своего дома. Я, например, помню, знаете, не говорю уже там, допустим, с неверующими людьми. Да пришел ко мне брат, верующий еврей. Мы с ним разговаривали. Я его заранее предупредил, сказал, знаешь, у меня есть вот это время, в котором мы можем с тобой пообщаться. Я говорю, ты можешь ко мне зайти? Он говорит, да, я могу к тебе зайти. И он ко мне пришел. Мы с ним говорили, говорили, и я ему говорю, извини, давай помолимся, я просто должен идти. Потому что у меня, действительно, у меня была следующая встреча. Я договорился с человеком. И знаете, он вдруг стал обижаться на меня. Ну вот, прямо я пришел к тебе, ты не хочешь со мной поговорить, ты меня выпроваживаешь там и так далее. Я говорю, подожди. Я когда позвонил тебе, я тебе сказал, что у меня есть конкретно вот этот час. Я хочу с тобой поговорить, но у меня потом есть еще одна встреча, я не смогу больше говорить, чем это время. И знаете, он еще долгое время строил потом обиды по отношению к тому, что я ушел и не захотел продолжить с ним беседу. Так это брат, вы понимаете, да? А если вы пригласили человека неверующего, с которым вы только начинаете, может быть, строить эти отношения, да? Попробуйте его вот так, возьмите, выпроводите. И часто мы говорим так, что это опасно. Это опасно в том смысле, что мы, как посланники, должны идти, а не сидеть и ожидать, что кто-то придет к нам. Мы должны идти. Ну, скажу так же, что можно назначать встречу в общине. Можно. Бывают тоже разные моменты, знаете, то есть в отношении того, чтобы назначать встречу в общине. Если вы просто приглашаете человека в общину, ну, чтобы он пришел на служение, это одно дело. Но если вы целенаправлены на то, чтобы ему служить, то проводить именно визит, ну, как бы в самой общине, да, часто не получается. Потому что просто братья, сестры ходят, да, там, разговаривают и так далее, там, кто-то начинает задавать какие-то вопросы, и все остальное. То есть, поэтому именно если у вас цель служить ему, то вы хотите, чтобы он пришел на служение, если он готов, то приглашайте, конечно. Пусть он придет на служение. Но если вы хотите ему сами послужить еще, духовно, да, то тогда это не будет то место уже, где вы можете ему послужить. Да, совершенно правильно. Теперь мы поговорим о принципах, о принципе и распорядке визита. Принцип и распорядок визита. Принцип и распорядок визита. первое это подготовка скажу вам что если вам кто-то говорит что не надо готовиться то это не правда ко всему надо быть приготовленным и это действительно очень важный момент знаете в притчах написано что победа от господа да но коня приготовь заранее я сейчас не помню точно какая-то притч что приготовляют коня до битвы да но победа от господа то есть конь должен быть приготовлен но победу мы должны ожидать от господа а если мы ожидаем победу от господа ничего не делаем то это неправильный подход поэтому мы должны готовиться и первое что следует в подготовке эта молитва молитва потом планирование вам необходимо запланировать информацию это второе да планирование нужно запланировать информацию то есть скажем другими словами тему беседы информацию которую вы собираетесь делиться необходимо подобрать места из писаний по этой теме и также примеры может быть вы слышали такое высказывание что лучшая проповедь это когда есть 50 процентов писания и 50 процентов примеров и жизни потому что тогда человеку это более понятно и доступно если он что-то не понял через писание вы можете ему примером и жизни еще раз подтвердить это и объяснить поэтому готовьте во первых тему информацию до которую будете говорить место из писания и примеры вам необходимо также запланировать цель то есть поставить цель которую вы хотите достигнуть в этом визите цель что значит цель ну к примеру вы идете первый раз к человеку да и вы ставите цель тогда узнать уровень его заинтересованности то есть по отношению к евангелию ваша цель узнать его уровень заинтересованность и иногда может быть стоит сразу поставить цель допустим о том что вы хотите ему сказать о грехе и ваша цель чтобы он осознал себя грешником а вот то есть должна быть цель каждый раз цель будет меняться в этот раз вы хотите чтобы человек осознал себя грехом вы готовитесь к этому да вы там планируете вы готовите материал который направлен на это в другой раз вы ставите цель чтобы человек например покаялся осознал и признал в другой раз вы ставите себе цель например чтобы вы уже чувствуете что человек близок да к покаянию и вы понимаете что может быть это вот в этот раз и вы ставите себе цель что вы хотите ну чтобы человек покаялся на этом визите вы готовитесь к этому визиту таким образом в этом направлении то есть вы специально тему выбираете для этого да готовите места из писания все направлено в вашем разговоре на это тому чтобы человек пришел к покаянию следующая молитва нужно запланировать молитву заранее может быть для кого-то это звучит странно как это молитву планировать заранее но поверьте что лучше подумать заранее о чем вы будете молиться с этим человеком мысль мысль может быть и вплоть до того что можете даже себе продумать слова которые будете говорить во время молитвы потому что знаете когда вы молитесь тоже надо говорить правильные слова а вот поэтому стоит подумать об этом тем более вы можете посетить ну разных людей до разного уровня образования и так далее поэтому лучше заранее продумать о том о чем вы будете говорить о чем будете молиться важный такой момент что приходите раньше чем была назначена встреча ну объясню если вы например идете первый раз туда так то придите хотя бы на минут 15-20 раньше особенно если вы знакомы с одесскими дворами и если человек проживает где-нибудь здесь в центре в каком-нибудь одесском дворике иногда нужно потратить очень много времени для того что просто найти квартиру где проживает человек то есть если вы идете в первый раз то придите ну желательно достаточно заранее чтобы найти квартиру чтобы отдышаться вот может быть даже помолиться перед тем как вы туда войдете и скажу вам может быть за пять минут до назначенной встречи позвоните к нему это очень важно потому что мы еще будем об этом говорить конечно ну потому что если вы опоздаете то много причин по которым человек будет думать не очень хорошо многие могут сделать вид что они даже этого не заметили что вы опоздали но если вы придете на пять минут раньше вы обязательно услышите слова вы так пунктуальны это говорит о том что люди на самом деле обращают внимание на все вот вот поэтому чтобы не происходило так что вы знаете с высунутым языком включались в квартиру и следите дверя человек открывает двери придите просто заранее просто подготовьтесь найдите найдите квартиру если это первый раз то значит сделайте себе запас времени подойдите к квартире спокойно позвоните звоночек вам откроют двери вы войдете поговорите и так далее и все будет нормально теперь мы поговорим о проведении визита проведение визита проведение визита и первый пункт который мы записали мы еще рассмотрим подробно как бы мы как бы в целом сейчас составляем костяк всего этого и все это мы еще рассмотрим подробно и так проведение визита будем говорить уже о том что вы уже в квартире мы пришли позвонили зашли вы находитесь в квартире и первый пункт назовем так привлеките внимание привлеките внимание с чем можно вообще реально столкнуться вы приходите к человеку он вам говорит проходите там приглашают вас например в комнату вы заходите и он говорит подождите я сейчас приду ну и вы слышите что он там что-то делает кто-то ушел проходит там 5-7 минут он заходит и говорит присаживайтесь присаживайтесь я сейчас приду и уходит снова первое что запомните пока человек не присядет рядом с вами не присаживайтесь продолжайте стоять это очень важно продолжайте стоять потому потому что он придет потому что он придет и скажет вам ну чего вы стоите присаживайтесь сейчас я приду и мы будем с вами разговаривать и уйдет снова вы не знаете просто на самом деле чем он там занят в другой комнате там на кухне или где-то еще не знаю где он находится если он с вами не присел продолжайте стоять до тех пор пока он не придет все-таки и не присядет с вами если он снова ушел и через минут там семь-восемь вернулся и говорит сейчас я там освобожусь и приду буду разговаривать с вами тогда просто задайте ему конкретный вопрос если вы заняты и у вас нет возможности поговорить сейчас со мной давайте договоримся просто о другой встрече но обычно после такого вопроса люди говорят нет 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 у меня есть время сейчас все я уже все оставляю я буду с вами разговаривать и так далее тогда вы скажите давайте тогда присядем вместе и будем беседовать когда вы уже наконец-то присели поговорите о личном только хочу сразу сказать не увлекайтесь потому что когда вы начинаете говорить о личном очень часто собеседника иногда невозможно остановить знаете есть разные группы людей характеры и так далее с одних слова не вытянешь и он будет всю дорогу вы будете говорить он будет только там в ответ разве что махать головой а других невозможно остановить когда они стали говорить хорошо когда человек он и отвечает на вопросы и дает возможность вам сказать и так далее хорошо когда есть такая беседа но это не всегда так и люди бывают разные иногда вы столкнетесь с такими людьми которые вам нужно будет чуть ли не заставлять их чтобы они ответили вам на вопрос а вот а иногда столкнетесь с такими что вы не будете знать как просто прекратить эту речь которую он несет а вот поэтому поговорите о личном и перейдите к духовным вещам знаете иногда личный какой-то разговор такой да можно всегда использовать и найти какой-нибудь мостик для того чтобы перейти к духовным вещам ну например скажем так знаете бывает иногда ну к примеру да человек говорит вот там мои дети меня давно не посещают и вы для того чтобы перейти к духовным вещам вы можете использовать да что сказать вот знаете интересно что библия говорит по поводу отношений родителей и детей и можете процитировать одну заповедь да возлюби отца твоего и мать твою вот и в итоге перейти сразу тот же о духовных вещах говорить из писания вот просто уже говорить о том о чем вы запланировали говорить и так далее главное иметь переход этот используйте библию для ответов используйте библию для ответов используйте библию для ответов еще раз скажу вам что не надо отвечать на все вопросы ну например вам человек задает какой-то вопрос да вы допустим ответили на один вопрос постарайтесь ответить из писания откройте библию прочитайте или дайте ему чтобы он прочитал скажите вот так говорит бог по поводу этого если он начинает задавать еще вопрос еще вопрос еще вопрос и вы видите что вы не можете говорить о том для чего вы пришли на ту тему то самый простой вариант вы говорите у вас очень интересные вопросы давайте в следующий раз я подготовлюсь и мы поговорим о них и можете определиться допустим даже по отношению какого конкретного вопроса вы поговорите в следующий раз и скажите но сегодня знаете я хотел бы поговорить вот на эту тему и переключайте его на ту тему о которой вы планировали говорить и говорите о ней два таких очень важных две такие важные рекомендации для каждого миссионера меньше говорите больше спрашивайте меньше говорите больше спрашивайте меньше говорите меньше говорите больше слушайте меньше говорите больше спрашивайте меньше говорите больше слушайте скажу еще раз повторюсь что для многих для многих является серьезной проблемой кого-то слушать. Для многих из нас легче, чтобы нас слушали. И очень трудно кого-то слушать. Но если вы хотите успешно служить людям, вам нужно научиться слушать людей, то, что они говорят, чтобы понимать, что с ними происходит, какие у них проблемы, как им служить и так далее. Не усиливайте неверия спорам. Не усиливайте неверия спорам. Не усиливайте неверия спорам. Просто вы должны помнить, что наша цель не выиграть спор, а выиграть душу. Наша цель выиграть не спор, а выиграть душу. Еще одно хорошее правило. Не замечайте ничего нелегального. Сейчас я объясню. Не замечайте ничего нелегального. К примеру, вы пришли к человеку на визит, а у него на столе лежит баян. Ну, шприц, да, в смысле. А у него на столе лежит шприц. Полный, да. Ваши действия. Я скажу вам, что ваши действия в любом случае должны быть такими, что вы не должны на это обращать внимание. Ваши действия, вы пришли для определенной цели. Вы пришли служить этому человеку духовно. Вы пришли для того, чтобы свидетельствовать ему, чтобы он осознал, что он грешник, чтобы он покаялся и последовал за Мессией. Я расскажу вам одну историю. Я как-то проходил возле одного рынка и наблюдал, как один мой знакомый пастор покупал цветы. В это время женщина, которая торговала этими цветами, курила. И знаете, пастор прочитал ей такую большую лекцию по поводу того, как курение вредит здоровью. Подумайте, если она даже послушает его и бросит курить, ей это поможет. Ничего не изменится в ее жизни, но она перестанет курить, да, может быть, здоровье чуть улучшится. Но если бы он ей свидетельствовал бы, и она бы приняла бы Мессию Ишуа как своего Спасителя, то в результате бы она бы и бросила курить так же. И это бы, знаете, помогло бы ее и духовному здоровью, и физическому здоровью. Многие наркоманы, они знают, что это вредит их здоровью, что им плохо от этого и все остальное. И от того, что вы им лишний раз скажете, а, ты здесь употребляешь наркотики, ты что делаешь? Он скажет, а тебе какое дело? Ты ко мне пришел в дом? Уходи вообще отсюда. Ты будешь мне указывать, чем мне заниматься, чем нет? Они опасны, насколько мы ходим. Это другой вопрос. Хорошо. На этом скажем аминь.